Здравствуйте дорогие товарищи, сегодня мы поиграем в пенумбро овердюм, это такой ужастик от фрикшнл геюса, законодателей жанра ужасов, ну и психологической драмы, трудно сказать, я пока не играл до сих пор, мне интересно что же тут будет. В прологе, который встречает нас перед игрой, можно увидеть жирную отсылку к Говарду Лавкрафта, и мне кажется, что произведение товарища Лавкрафта и будет насыщена сия игра, возможно даже отсылкой к всяким антарктическим экспедицией, ну что же, давайте лучше просто начнем, ну я даже не знаю нормал харт, я в принципе хочу просто пройти наверно, я не знаю, давайте на харт, вроде как, смотрите, тут уже можно поменять, можно поменять, если сильно застрянут, то я буду играть. Моя история началась в феврале 2000 году. Фантастик скрыл, который я никогда не внушит. В that bank was a safety deposit box in his name and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago and so the odd book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. Но это был его error. Нет человек был именем к шамфу трактинговой курьеры, и мой мир получил меня лучше. Я учусь в школе, который был знаменимым для двух вещей. Физы и лингвисты. Я representал первым, и человек, который был вторым, был струнгом от моего результата. В книге было нескольким. Но, кстати, показали, что находились в городе, где-то где-то необычное, где-то необычное, 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 где-то необычное время. Продолжение следует... 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 по льду и я сделал что-нибудь особенное чтобы отметить как что ты вернулся домой ко мне. Капитан корабля заслуживает специальное обращение хотя бы раз. Периодически, короче. Держись, моя любовь. Круто, окей. Так, что там у нас такое? Фото жены рабака. Она не зайчик из плыбови, но добрая и любящая. Хе-хе-хе. Плейбойный плакат. Так, приятно, что некоторые вещи не меняются в независимости от того, как ты тут либо отдохну. Окей. Что это у нас? Она довольно пахнущая. Я рад, что я отсюда ухожу. Скоро уеду. Они должны есть и спать. И, в общем, сделать все, что угодно в этой одной комнате. Детели. Ага. Деревянный столик. Я могу открыть шуфлятку и я должен ухожу этот тракт. Понятно? Да-да-да, я понял. То есть нужно взять и что-то там достать. Ага. Короче, фонарик. Все, я понял. Спасибо. Фонарик. Фонарик. Я не понял, что в ящичке должен быть экстренный глоустик. Как палк-бросалку. Так, фонарик. всегда путешествует с замком и ключом мой в инвентаре понятно то есть берем двойной пик открываем открываем хорошо что у меня есть фонарь потому что эта сторона окажется постоянной стороной суммарка батареечки и балка бросал если я не вырую батарейку то собственно воспользуюсь хорошо и вот теперь как только я ступил с лодки выходя в шторм которая формируется от меня я понял как безнадежно безнадежно обращен я был в это исследование прошлого моего отца я не имел ни единого понятия что ожидать довольно скоро мои мысли были оправданы я не знаю как я потерял ориентацию или мой дух но я потерял ощущение в филе у меня экстренность ну наверное перестал чувствовать пальцы довольно быстро и знал что гипотермия наступает я начал смотреть где бы найти приют как холодно я даже не знаю где нужно укрытие что это там впереди что-то там я возьму я надеюсь что внутри не все замерзло все пошли отсюда там фон неприятный где я что ли почему я что за фигня где я что ли господи моя голова я не верю что я упал или вышел хотя может и я и не вышел что это такое что это такое что голова болит да это 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 Есть. Что это за место? Давайте посмотрим. Я могу замахиваться этим молотком. Если я задержу левую кнопку, я могу делать обратный удар. Ну, короче, удар правой кнопкой, а затем добивать влево. Что-то... Стоппинг. Конечно, да. Я помню, что меня не очень устраивало то, что вот. Нравится. Все. Так, как-то... Так... Так... Система, честно говоря. Ну? Ну, где-то... Вот. Уродская, блядь, система. Пиздец. Может быть, я из-за этого скажу там-то нахер-то. Я не понимаю, как это работает. Пойдите мне, пожалуйста. Допустим, я возьму как-нибудь... Actions... Ну, да... Не знаю, вот... Look No... Что это такое, кстати, интересно. Этоadasадкое... Как, так, 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 так... Так, так, так. Вроде нет. Так. Так, я пока не понимаю. Давайте потренируемся. Блин, система, конечно, ниппель. Просто пипец. То есть давайте. Лефт. Нет, подожди. Музыка. Давайте. Давайте. Уберем. Да. Не, ну, я верю, что эта игра хорошо бы пошла. Виарсатины. Ну, пока я не очень, блин, понимаю, какого хера. Угу. А, блин, это все мышкой надо? Да. Ну, какого хера? Ну, какого хера? Это же забавно. А что здесь за фигня? О, прикольно. Что за фигня? Чего за фигня? Ага. Да. Люк... Очень серьезно. Явно не откроется рукой. Кто-то действительно хотел держать людей вне этого. Или в этом. Что-то задается. Интересно. Так. Металлическая труба. Да. У меня была такая трубка. Ой, нет. Подожди. Я пока, наверное, не хочу трогать. Ну, блин. Блин. Я даже не посмотрел, что там такое есть. А, я помню. Не, все. Все нормально. Спасибо. Ага. Эффект северного сияния. Что-то я не понимаю, как это же... Как это работает трень. Так. Подождите. Так. Вот. Я пришел отсюда. Вот тут вот дверка. Правильно. Правильно. Так. Дальше. Вот дверку. А, я понял. Наверх. Проход такой получается. Хитрый. Угу. Угу. Да. Кто-то хотел, чтобы я туда не пошел. Но выхода у меня нету, походу. Куда бы я ни спускался Оно было за 100 футов Под землей То есть 30 метров Защищенное двумя Солидными металлическими Люками Которые находились В далекой Арктической Глуши И были погребены под снегом Я не знал чего ожидать Но это заставляло Меня чувствовать Но это заставляло Меня чувствовать так как я не чувствовал С тех пор как был ребенком Я никогда Об этом не думал Но я понял что наше цельное сообщество Это Сеть Сети безопасности Экстренные службы На конце Линии телефонов Здоровье и безопасность На работе Друзья Семья Любовники Все здесь И если что-то пойдет не так Часть Все здесь Если что-то пойдет не так Часть Часть Под тщательно Придуманной структуры Чтобы предотвратить все Но только Все кроме Самых Обычных эмоций Опять же Я чувствовал так Как я Чувствовал себя в школе Окруженный С ближающимся Сужающимся Сужающимся кольцом Более старших детей Знающих Что все Кто могли помочь мне Друзья Родители Учителя Были слишком Испуганы Или слишком далеко От меня Окей Интересно Болинг Я записал Сделал заметку На всякий случай Давайте-ка посмотрим Здесь может быть Все что угодно Нашить Здесь может жить Все что угодно Героизм Для голливудских Атеров И для Сказок И я Не буду рисковать Если я С чем-нибудь Встречусь внизу Я не протяну Секунды Осторожность И скрытность Мои Лучшие защиты Сейчас Если кто-то Или что-то Слышит Меня Я лучше Буду Тише травы Ниже Ниже травы Тише Воды И Вне поля зрения До тех пор Пока я не узнаю Это Если это опасность Так Присядка Дает мне шанс Спрятаться в тенях Я узнаю Что я Сделал это правильно Потому что Будет синий Синий экран Вокруг Да Плюс Я должен буду Быть Тих Достаточно Чтобы я Не услышал Что-то Впереди Меня Лучше Помнить Что Надо Выключать Все Источники Света Да Так Вот Как раз Происточники Света Звук Меня Бесит Реально Музыка Можно Музыку Просто Выключить Не Звук А музыку Что у нас тут такое Непонятно Что тут у нас такое Эксит Это Эксит Да Я здесь Дальше у нас Офис Стараж Склад Мастерская Взрывная И там дальше Северная Ну блин Какой-то бункер Опять Я не знаю Фрикшнл гейм Что они Одну и ту же Игру делают Много раз Вот как это Бункер Амнезия Какой-то Такой же Что Мне с ней Делать Если что-то Случится Можно Все-таки Надо Офис Это звук Блин Бесец Он отвлекает Пошли в офис А тут холодно Должно быть Если Такая фигня Что это у нас Такое 15 августа 45-го года Командный Бункер Это экстренный Аэрострип Золу Недельный Репорт Еще Одна Незабываемая Неделя В Гренландии Получили Регулярные Припасы Стандартные Экстренные Друэллс Друэллс Как-то Сказать Не пробежки Как-то Сказать Стандартная Муштра Произошла Дальше Провели Стандартную Рутину Я Повелел Чтобы Мейтенанс Техобслуживание Короче Дважды В неделе Проверялось Из-за Того Что Падает Снег Ну Или Как-то Сказать Ранвай Ааа Ранвай Мейтенанс Это Типа Этих Путей Поддержка Путей Ну Не Не Поддержка Как-то Очистка Путей Короче Поддержка Путей И Один Раненый Этот Один Это Одна Раненая Фигура Это Не Причина Чтобы Вернуться В Консерн Бэк И Лондон Это Не Причина Для Беспокоить В Лондоне Немцы Не Расширили Их Фронт На Четыре Тысячи Мель Два Моих Человека Были Пойманы Создавая Создавая Cherry Bombs Вишневую Бомбу Наверное Какая-то Граната Что ли В Нашем Нашей Мастерской Военном Складе И Армори Ну Вооруженки И Успешно Оторвали Себе Несколько Пальцев Я Беру Частичную Ответственность За это Потому что Я Позволил Войти Это Демолейшин Позволил Им Получить Доступ К Мануалу Демолейшин К Учебникам По Взрыву Который Мы Держим В Стор Короче В складской Комнате И я Уверен Что Там Именно Там Они Нашли Рецепт Как Меру Предосторожности Я Закрыл Этот Мануал В сундуке В моем Офисе И Буду Держать Ключ При Себе Все Время Не Стоит Говорить Что Оба Человека Были Дисциплины Ну Типа Их Приговорили К дисциплинарному Узысканию И Раненый Солдат Наверное В данном Случе Был Отузан Домой Для Медицинского Осмотра Я Не могу Помочь Но Я думаю Что Самое Лучшее Наказание Было бы Оставить Их Здесь Но Это Не в Моих Силах Эта база Настолько Изолирована Иногда Я чувствую Что Война Закончится А мы Даже Не узнаем Об этом Здесь Так Получены Припасы Динамит Для Раскопок 7 Байонетов Вообще Необязательно По-моему Но Процедуры Говорят о том Что у нас Должен быть Полный Комплект Один Одна Промышленная Один Промышленный Ледоруб Для Избавления От Проклятого Леда Который Формируется На Внешнем Блюке И Одна Пара Очков Для Чтения Категория 7 Это Для меня Мои Очки В Довольно Плохом Состоянии И Требуется Заменить Переделка Шахты Продолжается Структура Защищена От потенциальных Попреждений Бомбами И Раскопки Предыдущих Предыдущих Разрытых Пещер Продолжается Продолжается Ск Ск Вон Пойнтов Крым Вызывает Любопытство Один Одно Археологическая Находка Артефакт Закопан В земле И Найдена Одной Из наших Рабочих Команд Позже Вечером После Какой-то Службы Я Посмотрю На этот Артефакт Он Похоже Сделан Человеком И Может иметь Рабочие Части Внутри Я Уберу Все Что Кажется Передней Крышкой И Увижу Если Там Если Я смогу Обнаружить Источник Света Который Постоянно Моргает Оттуда Короче Главный Там Майор Интересно Нашли Какую-то Хрень Да Давайте Посмотрим Чего Настал Чего О Батарейки Прекрасно Ничего Интересного Больше Все Что Это Такой Человек Старый Человек Видит Что-то Невидимое Он Странный И Но Не Незнакомец Никогда Не видел Прежде До сих пор Я не знаю Это Человек Прежде Меня Говард Я Зову Его Отец Что Это За Хрень О Что 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 Произошло Я Не знаю Была Ли Это Хорошая Идея Окей Картинки Британского Звода Наверное От Второй Мировой Войны И Я Полагаю Что Эта Шахта Была Превращена В Какой-то Бункер Опять Бункер Что Такое Бакстрин Может быть Полезен Нет Неинтересно Неинтересно О Еще Ключик Копенгаген Пост Понедельник 17 августа 30-го Психотропные Склады На Дне Смертельной Шахты Исследователи В университете Копенгагена Предположили Что Шахта Меняет Химикаты Натурально Естественным Образом Находящиеся В Камне И это Может быть Да Конечно Ну ладно Но это Может быть Причиной Высокого Высоких Процентов Суицида На этой Гренландской Шахте Университет Который Недавно Который Изучал Изолированные Комьюнити Первым Заинтересовался Рабочими Но Северо-западной Свинцовой Мин Шахты В прошлом В прошлом Году Они Обнаружили Что Даже Ааа Свинец Там Тут же До 50-х Годов Никто не знал Что От свинца Люди Отравляются Потом 50-х 60-х Годах Был просто Ад В том Смысле Что Этот свинец Был во всех Красках И Люди Им Душали Как бы И там Было Мощное Красочное Лобби Окей Ладно Они Обнаружили Что Даже Если Брать В Расчет Естественный Процентаж Высокого Высокий Естественно Высокий Процентаж Самоубийца В Гренландии Местные Данные За последние 100 лет Довольно Высоки Не Ненормально Высоки 46 смертей На 100 тысяч Упуления Упуления Населения Сравним И Со Средненациональным 29 В последующем Расследовании В последующем Расследовании Эксперты Диагностировали Что Во многих Шахтерах Симптомы Общие С Ранними Стадиями Параноидной Шизофрении Это Позволило Исследователям Выдвинуть Гипотезу Что Натуральные Залежи Лизергиновой Кислоты ЭПХ-4 Формулы Формулы ЭПХ-4 Формулы Недавно Ставшие Известной Имеют Глюциногенные Свойства И Они могут Быть Найдены В камнях Формулы То есть Там Свинец И Лизергиновая Кислота Я уже Не помню Это как-то Связано С Господи Как ее Звали Там ЛСД Лизергин Нет Что-то Там Так Несколько Местных Согласились На интервью Но А Кандусы Наверное Скорее Не соглашались На интервью Но Те Кто Решились Решились Говорить У них Было Своё Собственное Объяснение Это Инуитские Духи Известные Как Турнгаид Живут В горах Университет Ждет Результатов Химического Тестирования Исследования Продолжаются Окей Что-то Надо Дальше Можно Тебя Подвинуть Это Блин Непонятно Окей Обычный Стол Ничего Особенного Там Тоже Ничего Особенного Так Много Историй В этом Месте Связанных Слово И Оставленных Гонить Окей Там Мы Провели Там Мы Провели Что-то У нас Такое Тут Ничего Непонятного Ничего Понятного Не Вижу Так Это Хрень Гниющие Деревянные Полки Патрифайинг Так Короче Патрифайинг Наверное Что-то Связанное С Длинением Как-то Так Рассыпанием Потому что Напоминает Что Мойщеринг То есть Это Жидкость Ну Влажность Короче Убивает Все Здесь Так Нужен Ключ Что-то У нас Такое Пейнкиллеры О Я Чувствую Себя Макс Пейн Так Дальше Что У нас Тут Такое Что Это Биф И Чёрк Это Что Пожрать Судя По Всему Что У нас Такое Чё Такое Чё Такое Уберите Пожалуйста Он мешает Так Так Чё Такое О Ещё Печетная Машинка Даже Старше Войны Германия 23 Год И Всё Не знаю Тут Наверное Сохранялки На месте Как бы Без Всяких Этих Продвижение Есть Ничего Ну всё Мы глянули Там есть Сундук В котором Что-то Хранится Окей Что-то Далеко Окей Только Только Значит Я пришёл Оттуда Отсюда Пришёл Офис Такой Фик Конечно Забавно Продолжение следует Парафиновая Ламка Как будто В них Что-то Есть Но Это Нужны Спички Я так Понимаю Ага А А А Анемик Ред Куда пропало всё Где мой Нейлган Это же Лавк Правильно Где мой Нейлган Что это у нас такое Интересно Интересно В него Всем Чync Нейлган Нейлган Лавк Нейлган Нейл femin это было по-другому и так же самую в этот раз похоже я больше контролировал это ощущение но на чем что творится что творится что творится что творится вот это Субтитры сделал DimaTorzok 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 как чистый нитроглицерин короче, чем чистый нитроглицерин со временем взрывной компонент динамита взрывной компонент динамита который обезопасили с помощью какой-то земли имеет тенденцию со временем эти старые ящики с динамитом могут взорваться на приконтакте материалы нужны одна часть диатомациоз до земли три части нитроглицерина и немножечко содиум карбоната не читаемый текст и потом просто сделайте короткую палочку и запихните в бумагу дальше ТНТ, короче ТНТ был впервые известен ТНТ впервые узнали в 1863 году немецким химиком Йозефом Вильбрандом и потребовалось несколько лет прежде чем все узнали его настоящий потенциал это было потому что было трудно из-за трудности создания из-за трудности из-за того как трудно было заставить его взорваться и меньшей меньшей взрывной способности в сравнении с динамитом основным превосходством которое обнаружил обнаружила немецкая Navy немецкий флот которые использовали относительную стабильность взрывного потенциала ТНТ ну то есть они меньше взорвались короче немцы использовали это чтобы нанести массивный урон британским военным кораблям их торпеды могли быть взорваны внутри корабль корабельной брони а не просто взорваться при контакте как и делали другие другие патроны глава 2 и 6 микстура Армстронга микстура Армстронга включена в эту книгу как больше как точка интереса нежели просто нежели надежная химическая смесь формула существует как что-то из легенд в современной пиротехнике отсылающая для того чтобы с ней не встречаться то есть референсы то есть ага эта формула названа смертельной смесью для того чтобы люди лучше бы не занимались и их необыкновенная взрывоопасность делает ее практически неиспользованным для большинства потенциальных применений материалы нужны красный фосфор бариум это микс эта смесь может быть осторожно и медленно совмещена чтобы минимизировать риск для химика сульфур не помню что такое сульфсер сера можно заменять немножко или весь бариум чтобы немножко уменьшить чувствительность окей красный фосфор и вариум ну или серым это интересно да и вот эта вот штука хоккеюшки камп тут бродит какая-то тварь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не совсем понятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ладно, я тут еще гляну немножечко, но поклада не очень прикольные. Что-то здесь ходит такое непонятно. Я начинаю эту запись все еще в надежде, что великая работа, которую мы сделали здесь, может в один день найти свою научную ценность. Несмотря на хаос, который был за шесть часов до этого, мои цели остаются теми же. Моя цель оставаться в безопасности до тех пор, пока помощь не прибудет. И для этих целей я забаррикандировал себя в маленькой мастерской в заброшенной части шахты. Я надеюсь, что малые рационные еды здесь меня поддержат в живьем. Ну и что-то там, не знаю, что... Возможно, шахта действительно проклятая. 30 лет назад произошел инцидент, который привел нас сюда. И сейчас 30 лет после судьбы снова ударено. День третий. Я предполагал, что сегодня спасательные команды прибудут. Но я могу только предполагать, что они будут... Они не будут знать, где я нахожусь. И будут заняты эвакуированием других выживших. Если они не прибудут до завтра, я пойду искать их. День шестой. Моя первая ошибка была делать предположение о том, кого буду спасать. Моя вторая ошибка была делать предположение о безопасности этой шахты. Моя третья ошибка была... Эксон Боуз. И моя третья ошибка была действовать при первых двух предположениях. И выходить... Выйти за мою безопасную гавань. Мой наилучший эстимейт предположения, опять же... Что если я выйду из воркшопа, из мастерской... Войвоз... Где я был в безопасности два дня назад в поисках помощи. И я нашел только опасность. Я приблизился к старым жилым отсекам. Но... 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 Как ни любопытствовал... Он... Не нашел ни одного признака жизни. Я вернулся в том направлении, откуда, как мне казалось, пришел. Но... Я... Нашел себя в незнакомой части. Эээ... В незнакомых... В их локациях. Эээ... 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 Конфюзд. Сконфуженный. Но до сих пор еще... Сфокусированный. Я... Попытался вернуться обратно. Но... Ферал Кричис. Но нашел себя... Но... Оказалось, что... Эта... Старая шахта... Эээ... Эээ... Стал обиталищем каких-то... Ферал... Ну... Хищных существ. И они мне угрожают. Хотя... Бор... Короче, его окружили. Ээ... Ээ эти звери. Я... Повернулся и бежал. Ммм... И теперь, скорее всего, Now is most like a Spray in rosin. Вывих, нежели слом. В какое-то время я бегал по темноте. Что там, флэт? Ну, побегал в темноте. Но несколько часов назад я обнаружил дверь, ведущую малую, неиспользованную часть шахты. Ключ, от которой у меня до сих пор в кармане. В этой зоне я обнаружил эту комнату store. Эту комнату хранения, я думаю, поддержит меня в безопасности на какое-то время. Это место лабиринт. Урок выученный. Я не буду бродить вокруг, пока я не упишусь, что зона безопасна. День девятнадцатый. Спасение, кажется, шанс спасения вызывающий нереалистичный. Припасы истощаются. Много пауков в этом месте. Я не люблю пауков. Тридцать четвертый. Я поймал одного из этих восьминогих чудовищ, которые пытались вывести гнездо в моем открытом рту, когда я проснулся этим утром. Я съел сюрпризы. Это не то, чтобы акт сживания, который меня беспокоит, а арахниды. Не то, чтобы пещерный паук был бы, должен быть ядовитым, но возможность меня очень сильно тревожит. Любой возможный яд бы меня день тридцать пятый. Любой возможный яд должен был бы меня за аффектить поэтому сегодня это первый маленький случай для celebration, для празднования, у которого у меня есть счастливое совпадение и я и это открытие значит, что я открыл для себя теоретически неистощимый источник питания и я пойду дальше в подвал под сторум под хранилищем во имя науки, чтобы найти больше об этих естественном месте обитания этих существ. Что это 35-50 50 день 50 4 дня подряд я выживаю только на пауках. Какое-то время я у меня не получалось найти достаточно этих хрустящих этих хрустиков. Однако удача улыбнулась мне и когда батарейки в моем фонарике умерли я сделал и умерли я сделал второе открытие, которое спасло мне жизнь естественное место обитания этих существ темнота. Выключив мой свет я только мне нужно только лежать спокойно несколько минут и я привлеку достаточно чудищ для весьма неплохой еды. Забавно. Есть у меня впечатление. собака это вот эта собака странная конечно и разум и она 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 и Играет музыка. Да, понятно. Что это у нас тут? Похоже на яйцо. Скорлупу. Блин, здесь это что нужно убирать? А, подожди, сейчас. Тут же есть вот эта вот штука. Раз. Па-па-па-па. Два. Ага. Вот, теперь почитаем. Так. Ну, значит, день северный. Фига себе. Мои ранние предположения не ядовитые натуре моих собратьев по клетке были ошибки. После тщательной проверки, ну, то есть разрезания от опсии трубиков, я обнаружил, что небольшое количество натуральных химикатов содержится в их желудке. И если принимать эти химикаты регулярно, они станут психотропными, может быть, даже летальными. Мой реальный шанс выбраться отсюда и найти любые запасы, которые я могу найти. Да. Но, тем не менее, факты против такого движения неоспоримы. У меня нет источника света. Я поклялся, что я не покину это место, пока я не услышу человеческие голоса. Эти пауки такие вкусные. День соты. Так, короче, да. Я понимаю, что сейчас уже сотый день моей новой жизни. Как он писал, так ровненько, без света. За последние месяцы мои друзья, которых я ем, стали более агрессивными и выросли в размерах и числе. Это, я не знаю, это результат того, что я прикоснулся к их экосистеме, я не уверен. Но с таким, с такой скоростью роста они скоро будут слишком большими, чтобы ползти через щели в стенах. насколько я понимаю, я вижу только верх айтберга. Если все пойдет пропадом, я никогда не вернусь. Я надеюсь, что по крайней мере мои исследования и участие в этих удивительных существах будут отмечены как важная точка в натуральной истории, естественной истории. великие имена в современной науке скорее попали туда через флюк, не знаю, через блат, чем таланты. И похоже, что это правило экстендент и целого расширилось и на меня, и на мое нахождение этих вкусных новых существ. Случайно все. Я только надеюсь, что второе правило breaks limbs. Я только надеюсь, что второе правило затмит мое breakthrough. Короче, делает мое открытие несущественным. На все великие открытия все великие открытия имеют тенденцию поглощать своих инвен изобретателей. Короче, боится о том, что он нашел, конечно, что-то интересное и великое. Ай, блин. Да ладно, я знаю, как сюда идти в последний раз. Все, давайте, пойдем там возьмем. Все, я понял. Угу. Так, это два окей. ай, блин. Ладно, в принципе, я. физético. 蓋. ИНТРИГУЮЩАНСЯ Эй, блин, что-то я не понял. Я так понял, что чувак там позастрял. Эй, блин, что-то. У меня ключа какой-нибудь, а у меня есть молоток. Давайте попробуем сбить. О, работает. Прекрасно. Что это у нас такое? Батарейка. Прекрасно. Тут еще есть интерес. Что-то. А вот это. Все, хватит травить людей. Видео. Видео. Это же интересно. Ничего интересного. Ну, здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Кого-то здесь тащили. Так много крови я раньше не видела. Это был мой лучший шанс получить какие-то ответы. Кто-то здесь еще есть. Пожалуй, пока что... Окей. Что это такое? Что это у нас? Баги-баги. О, 200-й день. Ни хрена себе. Прошло какое-то время. Пришли, записал каких-то... Обнаружениях в отношении Пауковска, с которыми я делил мое существование 8 месяцев. В том числе из-за того, что был вынужден сбежать из подвала. Их поведение немного раньше стало откровенно агрессивным. И я попытался баррикадировать основной выход к их гнезду и защитить меня в одной из малых комнатах над ним. Единственной комнатой с рабочим дверным замком. Другая причина, что я восстанавливаюсь от маленькой операции, которая была вынуждена сделать себе без помощи или на эстетиков анестезии. Короче, не было у меня ничего. И хирургические инструменты... Не, хирургические инструменты хороши и добротны. Но, хотя они могут стать старыми и ржавыми, я до сих пор доверяю моему карманному ножичку делать работу как следует. Процедура была довольно элементарной. Ампутация не жизненного органа. Короче, я заметил... Заметил... Густую... Глулайк... Клееобразную субстанцию, формирующуюся в моем языке. И был... Вынужден признать, что... Язык стал инфицирован через постоянное принятие токсина. День трехсот. Трехсот почти год. Очередная сотня дней приходят и уходят. Похоже... Like so long. Похоже, настолько долго я здесь был. Короче. Он попытался вернуться обратно, но там блокирует... Блокирует... Какие... А, как это... Заблокировало пещеру, и он вынужден вернуться. Я до сих пор слышу, как мои агрессивные маленькие друзья скребутся в дверь моей маленькой комнатке. Ха-ха-ха-ха. М-м-м-м... М-м-м... М-м-м... короче отрезался язык молодец то есть поговорить даже да я понял ничего интересного хай на ськи язык такой это он так увеличился или что там с тобой случилось или это какие-то яды которые это дырка недостаточно велика для человека не то чтобы я туда пошел что выкопал это я прям охренеть непонятно что я нашел ключик какой-то уничтожил и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...